ну здравствуйте дорогие мои здравствуйте когда выпадает снег и на купане становится холодно всю с друзьями отправляется на охоту сегодня мы едем ребятушки на гуся я хочу вас познакомить с анатолием это руководитель клуба дикая утка краснодар человек который знает гуся каждого гуся он знает лично и каждую утку знает лично и знает каждого селезня поэтому именно с ним я отправляюсь на охоту потому что человек который в теме с ним всегда приятно мы сегодня постараемся добыть гуся и приготовить гуся все что вы собственно любите анатолий что хочешь сказать моим зрителям потому что они с нетерпением ждут каждый выпуск и каждый раз говорят что сюх ты нас все время удивляешь чем в этот раз мы удивим наших зрителей привет сегодня попробуем окунемся нереально крутой мир гусиная охота нашего дорогого сюфа у нас побалует нашей кухни так впереди нас ждут интересные приключения шикарные налеты будут будем охотиться на серого гуся там уже как сложится команда потихоньку собирается мы едем на место базирования будем собираться делать разведку кто-то будет заниматься подготовкой на месте надеемся радовать вас шикарными налетами ну да то есть серый едет на серого отлично ребят смотрите впереди флагманская машина узнали да на которой мы ездили в экспедицию на урал штурман водитель тот же он делает нам дорогу едет вперед везде снежные торосы заносы но нам это не страшно потому что мы ребятушки на кубани и у нас сегодня будет много много чего интересного не переключайтесь и бегите быстро за пивом потому что ну вообще это нужно даже может быть будет не под пиво под виски можете купить самогона а барышням шампанского у нас и лебеди и гуси барни колеса ветер такой как на море дует хорошо все четко ребята приехали на место закрепятся колеса скроткам сейчас эти скротки будем вывозить в поле колеса который необходим для охоты пенка талат так ну вот гуси ребятушки вот гуси вот лебеди у каждого члена коллектива свой скроток гуси красивые как живые все участники готовы кареты готовы сейчас на этих каретах поедем смотрите в экспедиции все парни с именами сергея один сергей это второй сергей и там еще три сергея даже вот этих лебедей зовут сергей и вот этих путей зовут вот это не вы ребят поняли до 4 на 4 так следующий едет наш патриот тоже хорош на дизе новенький серенький что-то шрус у него хрустит 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 недолго ему осталось уже и следующий у нас идет l200 ребят l200 за рулем сергей все четко правое колесо немножко спущено ничего страшного сейчас он тоже развернется он с таким вот большим скротком это кухня сюх там находится ребят вот в таком поле будем охотиться смотрите зелень а со снегом а вот уже идут ребята строим первый пошел 2 3 4 5 но я уже буду шестым отлично это все гусятники гуси готовим к высадке сейчас их покормим почистим погладим тут и мальчики и девочки и кобели и суки все есть ледяной дождь нам на руку я думаю что это хорошо для гуся он любит ледяной дождь для стоматолога но почему тут же упасть можно и работа будет у стоматолога врачи всем привет всем врачам россии большой привет из краснодарского края вообще ребят чисто просто light по лайту не дождя не ветра тепло хорошо сухо отлично ребят расставляем чучела чучел много белолобиков штук 40 серых штук 80 короче примерно 120 включал плюс павлины мавлины лебеди погода шепчет вообще сухо тихо и ветра не дождя отлично тепло темно и тихо сереж расскажи зрителям как ты ставишь кормящийся вперед с удовольствием но с удовольствием понял без удовольствия не ставишь вот так и расставляем ребят гуси должны сидеть с удовольствием обязательно они должны кушать травку смотрите видите есть чувак травку вот этот чувак бдит и этот и этот бдит а этот тоже этот отдыхает ребят этот уже устал не бдит не ест он отдыхает несколько посуду гусей смотрите не перепутать так же как и у людей непонятно почему американцы того же белолобому гусю который у них посудит он же сам красные клювы хотя он у него желтый это дагестанские гуси до даже запилены а сам посаженный ребят видите да посаженный быть они убирают полностью сажают вниз так же как и машина также гути да да это не волатили о чем 2 бы тут три гуся два барана уже лег лежу как как мне сказали ребята добро пожаловать в морг холодно прохладно а вот друзья мои рядом лежат по моргу все все рядом парни смотрите снежок можно там до сережа 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 все лежат сереже ну как бы гипотетический гусь должен лететь отсюда видите да вот стая стоит специально снег привезли из краснодара разбросали траву посадили все четко ребят ну эти гусь уже есть все ждем на лед взем не пердите у мангала и в скоротке сами понимаете почему светает это белолобик когда сидишь в скоротке нужно знать обязательно как определить пол гуся когда он летит и об этом сейчас вам расскажет сережа который лежит рядом со мной в скоротке сережа когда летит не знаю но есть история такая жизни веселая есть у меня товарищ которого я привел в охоту и так получилось что в первой охоты он стреляет гусей ну как он стреляет ему никогда не везло потому что было так дима смотри гуси бах упал и поехали мы как-то с ним на охоту в лиман все стоим все хорошо ну и сели покушать я на сковородочке что-то готовлю ружье в другом углу лодки слышу летят где-то манки на шее позвал тишина дальше готовлю грудки все дела опять слышу опять позвал тишина ну и ладно и дальше готовлю и доль камыша прям нам на взводке вылетает четыре таких мамонта гусака красивых прям вот идеальная дистанция бей не хочу я ж кричу диме бьем хватает ружье делает выстрел я ему кричу еще падает подранок а это первый лично им сбитый гусь бесспорно им сбитый то есть все чистый его трофей добираем подранка и он начинает с ним фотографироваться обниматься я сижу и говорю слушай вот если это гусак я говорю сейчас усовнюсь с твоей ориентацией если это гусака то в принципе с ориентацией все нормально но с выбором так себе ну и мы хотим какая и начинаем в интернете гуглить как определить пол гуся ну что вам сказать мужики лучше этого не делать потому что если это раз увидишь потом не развидишь а понял то есть писюн все таки есть прикольно но это чтобы это чтобы презервативами не пользоваться с пупырчатой да 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 слушайте вот так ребята определить пол поняли переворачиваете гуся надавливайте на клаку и да 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 рядом чтобы никто не стоял все ждем гуся спрашиваете как охотник отправляет нужду вот так смотрите други мои вот так все лежат красиво кого-то видно кого-то нет гуси здесь парни здесь все четко а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соевый соус, баклажаны, картофель и немножко чесночка Также мне потребуется кубанский белый снег Немножко аджики Немножко вот такого вот кориандра Адыгейская соль Масло Перец душистый Вот такая вот газовая лампа И вот такой вот парень, который это все будет снимать Это Сергей Я приготовлю рагу из двух видов гусей Это серый гусь Я его уже пощипал, потрепал традиционным способом Убрал кишки И сейчас второй раз шмалю Еще раз я покажу вам, как трепать белолобика У меня будет два вида гусей В моем блюде Чем больше, кстати, видов мяса, тем лучше Можно утку Можно даже туда бросать баранину, ковядину Ребят, одного Оставляем с кожей А второго Вида гусей Я сейчас покажу, как обдирать Уберем с него кожу Потому что у белолобика кожа, на мой взгляд, вонючая И мало жира Поэтому у белого лобика, ну, немножко другая тема Вот серый гусь, он более такой, более деликатный Но, но Белолобик дает прикольный такой привкус птичи Поэтому мы белолобика обязательно туда добавим Но его не общипаем, ребятушки А мы его обдерем Дорогие мои Вот висят белолобики, смотрите, с черными катышками Это более пожилые особи А это молодые Вот из этих молодых мы будем готовить Наше рагу Гусиное рагу с овощами Итак, сейчас я вам покажу, как этого белолобика Быстро-быстро общипать То есть быстро-быстро ободрать Естественно, мы охотимся три дня Поэтому у нас есть из чего выбрать Мы можем взять и жирного серого гуся И худого белолобика У которого есть только каркас И он нам даст прикольный привкус Он бульон нам даст То есть косточка, вот это вот навар Белолобик нам даст навар и косточку, как в холодце А серый гусь нам даст жирок и мясо Итак, товарищ оператор, подойдите ближе Я покажу, как Смотрите, вот он гусек В среднем он где-то 2,5-3 килограмма Вот его добыли сегодня Он мягонький весь У него шкура Смотрите, ребят, как ободрать гуся Находим у него Вот здесь вот гузла В гузла вставляем ножницы Так вот, раз И рвем ему кожу Вот тут прямо раз Смотрите, разорвали ему кожу Вот она пошла кожа Ну, я как-то показывал, как трепать утку На севере так уток трепают Сейчас я вам покажу Вот она пошла, видите Вот она пошла кожа Вот смотрите, мы уже его практически пощипали Вот он его нащипается Вот сюда на дурное уже дальше Так, дошли до ножек, ребят Вот они ножки, смотрите Коленками назад Ножки ободрали Ну, как вы зайца обдираете Вот, дошли до ножки Вот здесь у него суставчик, видите Сейчас мы этот суставчиком режем Вот он, вот тут сгибается Соответственно, мы его тут режем Оп Все, нету сустава, видите Можно ножницами его Так вот, раз И утизилизировать Так обрезаем ноги А руки Обрезаем, ребят По первую фалангу Вот она, первая фаланга Прям вот так вот Берете его Кожу Можете ножницами Можете ножом Как вам удобней Вот так, раз ее Все, она сломалась И тоже Оп Вот так сломали И обрезали То есть Обрезаем Конечности Крылья и ноги И сейчас покажу Как снять кожу Потом уже мешком Голова убирается Вот так Ну и все, ребят Дальше обдираем его полностью Крылья у нас свободны Ноги свободны Вот так взяли за шею его Тут у нас, смотрите И вот так ободрали Ну тут перья какие-то остаются Мы их тоже уберем Вот так вот Раз, раз, раз Но оно может быть Не сразу обдирается Ну привыкнете Вот видите Уже Опа Ручка ушла Ножка ушла Можно на стол положить Если вам тяжело держать Ну Обычно на морозе Ребят, мерзнут руки Сегодня минус 4 Но нам не страшно Потому что мы Охотники Мы не рыбаки Ребят, ух ты Мы вышли из бухты Есть Вот смотрите Это его Одежда Прям снимаем И все Вот Ножки Давай, давай Пошли ножки Раз Раз Ну собственно Дробь видно Что троечкой били Единичкой 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 Ну ладно Единичкой Единичкой Главное Что в гусе нет контейнера Ребят Вот гусь Вот его одежда Смотрите Вот из этого Не вдумайте готовить Готовим из этого Это утилизируем Оп Смотрите Shoes Что в проблеме Хм Смотрим В départ Первое Смотрю Смотрим Вüdя ВнDer Смотрим Внパ RS Продолжение следует... 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 Вот, дальше, ребят, обязательно, смотрите, я кладу сюда вот таких вот 4 остреньких перчика, но он такой будет, не сильно острый, но нормально. Дальше, мужики, обязательно, аджика, 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 выходи ей, эй, аджика, раз, что-то она подмерзла, ребят, сейчас другой стороной возьму, смотрите. Ну, аджика придаст такой вкус, перец это одно, аджика это другое. Вот так вот, раз, 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 ну и в нашей квартире газ. Чай. Ну и это еще не все, обязательно, ребят, используем в нашей работе адыгейскую соль. Братья-адыги, привет, всем привет, смотрите, мы посчитали здесь примерно 8-9 килограмм продукта, а я считаю, что 4,5 ложки адыгейской соли вполне достаточно, чтобы мы кайфанули. Немножко недосолю, ребят, вот так вот. Немножко недосолю, лучше недосолить, чем занять деньги, не отдать. Все, отлично, смотрите, закрываем наш казан афганский, вот так раз, тут такая у нас противогоночка, опачки, опачки, опачки. И вот так вот закручиваем, закручиваем, ребят, закручиваем и ставим на середину нашего огня, перекрещиваем и говорим, готовься, готовься и не сгорись. И встретимся с вами через полтора часа и будем кушать нашего дикого гуся белолобика и серого. Они там встретились в казане и сейчас перемешаются вместе с овощами. С вами Сюф Краснодарский и клуб Дикая утка. Это не ночной клуб, ребята, это охотничий клуб. Мы настоящие мужчины, мы по ночным клубам не ездим, мы ездим по ночным охотам. Ну мы готовимся к тому, чтобы выносить уже блюда, тут приехали с Первого канала оператор, приехал журналюги, все, ребят, все тут, сейчас, да, сейчас еще те, те еще хлопцы, сейчас, ребят, уже подошла тема, уже, ну, полтора, где-то два часа. Дорогие мои, все, блюдо готово, снимаю. Какое оно все-таки тяжелое, но аппетитное это блюдо. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Дадим нашему афганскому казану спустить пар, потому что он готовил для нас это охотничья скороварка. Так, афганский казан открывается вот таким образом, здесь такой винт есть, с левой резьбой. Оп, эй, афган, ты где? У-ху-ху! Ну-ка, вот он, ребята, гусек. Смотрите, с грибочками, с перчиком, с овощами. Ю-ху-ху! Сейчас попробую на соль, ребят, вдруг, вдруг пересолил, подождите. Вдруг не досолил, вдруг переперчил. Запах хороший, чувствую, пахнет родиной моей. Ну-ка. Это пипец, это очень вкусно. Поздравляю всех с новым блюдом. Будьте всегда в теме. С вами был Сюф Краснодарский клуб мужской охотничья. Дикая утка, ребята! У-ху-ху! А теперь все кушать блюдо новое, которое приготовил Сюф вместе с клубом. Ребята, реально вкусно. Остренькая такая, пикантненькая такая. Просто шедевр. А вот и председатель клуба пришел. Субтитры сделал DimaTorzok Дикая утка, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok